Сейчас это заросшее сорняками поле, но через несколько лет участок земли на окраине Иваново изменится до неузнаваемости. На его месте появится полноценный микрорайон. Речь идет о территории за торговым центром «Евроленд», ограниченной улицей Павла Большевикова, Уводью и земельными участками по улице Куконковых. Проект масштабный, рассчитанный на десятилетия. В этом году инвестор планирует начать в первую очередь, всего очередей четыре. Соответственно, если мы говорим по срокам реализации этих очередей, где-то очередь это примерно 10 лет освоения. Здесь у нас достаточно такой заброшенный участок. Это не зеленая зона, это просто именно зона под строительством многоквартирных домов, давным-давно обозначенная в генплане и которую давно было необходимо развивать. Здесь планируется строительство жилого комплекса, который будет состоять из трех очередей. В первую очередь будет состоять из шести домов, от 4 до 17. Будут построены дошкольные учреждения на 120 мест, будет построена поликлиника. 70 гектаров, пусть даже на окраине Иваново, лакомый кусочек для любого застройщика. Тем более, если этот участок в генплане уже в зоне многоэтажной застройки. Единственный нюанс на территории предполагаемой третьей очереди строительства сейчас три комвольные улицы. Частный сектор, в котором более 60 домов подлежит сносу. Участки у собственников будут выкуплены по рыночной стоимости. И пусть вопрос этот не одного десятилетия, но вмешательство требует уже сейчас. Потому с жителями встретился лично глава города. Вопрос с частным сектором пояснил мэр принципиален для всего города. Жители попросили, пока строительство не началось, изменить в генплане назначение земли под малэтажную застройку. Есть возможность, может быть, и защите, пожалуйста, возможность перевести. Вот хотя бы на этот период наш островок, вот у нас же он небольшой, он не помешает строительству. Генпланы изменения будут только в следующем году. Вот чтобы сейчас мы к этим изменениям подошли максимально, мы должны проработать не только с жителями, конечно, но и с представителями строителей, архитекторов, самое главное, чтобы это решение принимали квалифицированные люди. Я, как глава города, против этого не возражаю. Но решение я такое принять боюсь. Почему? Потому что уйдет та линия, которую десятилетия выстраивала архитектура, ну, управление архитектурой города. Чтобы при строительстве ничьи права не были ущемлены, собственникам домов нужно создать инициативную группу, а лучше ТОС, для того, чтобы в лице представителя люди участвовали в принятии решений. Мы будем говорить именно с председателем ТОСа, которого выбрали жители. А вообще с людьми не хочется разговаривать? Если бы мне не хотелось разговаривать с людьми, я бы, наверное, сюда не приехал. Работа над будущим микрорайоном начнется с организации подъездных путей. Здесь же планируется строительство автодороги, которая соединит улицы Куконковых и Павла Большевикова для лучшей транспортной доступности будущего жилого массива. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.